всем привет добро пожаловать на канал степлер мы с вами продолжаем проводить уху так барнабас она надо все смотреть так чемодан портрет окно 2 окно посмотрим китя уже видела воняет этот мы проверим у меня нет причин покидать эту комнату таким радикальным способом но не знаю мне туда ничего не нужно и новая идея для сувенира ну-ка подожди ты чё дело нет понятно меньше меньше можно взаимодействовать и новая идея для сувенир понятно они интересны но не настолько чтобы взять и носить с собой бума за и угольник ой не треугольник подожди перед чемодан чемодане не я сам путешествую налегке я в принципе нашел все что мне надо так оленштейна поговорим с ним я нашел этот рисунок он вам о чем-нибудь говорит до кольнштейна почему он снова оставил его здесь что это такое что это значит я видел это раньше да я не знаю что это значит но должно быть он оставил его здесь для вас меня откуда он мог значит я приду и почему стоя почему я за роли которую вы играете а вопросы они лишний праздно тратят наше время так чё там помогите больше узнать роль какая роль находка книги была случайным просто невезение именно так фолианты работает роли определены но книга это чистый хаос помогите мне больше узнать об ольмштейне мне нужно его найти мне нужно раскладывать мою кошку так вы ради этого все ввязались эй вот твой семя приятель типа имя как вы узнали о бобе ольмштейне эту историю и расскажу в другой раз почему его зовут бог ольмштейн и в смысле вы называете его иным и все такое но его имя вероятно есть причина но так ли это важно на самом деле не для меня какую игру играет ольмштейн он добрый или злой эти вопросы на которые я не могу прямо ответить да или нет это все что есть это моя вера некоторые предположения на первое намного сильнее чем последнее если ответы и существуют возможно они предназначены для таких как мы мы должны играть на шар а не предназначен какая вера я верю что я должен прикладывать все силы чтобы оставаться рядом с ним и сейчас я терплю неудачу что у ольмштейна боли за дела в фишмуте вероятно он проверял семена что прежде посеял да блин я знаю что вы говорите образно а вся эта загадочная иносказательность меня просто с ума сводит без обид но почему вы не можете просто говорить как обычные люди я не отношусь к обычным людям разумеется но если что-нибудь полезное что вы можете рассказать мне об ольмштейн думаю кое-что я могу вам рассказать он кажется постоянно изменяющимся да но баланс и правила они тоже заложены в его природе самонавязанные правила и баланс уверен вы можете быть более конкретными какими правила вы когда-нибудь наблюдали за луной баскерон да пару раз в этом есть что-то в его фазах судя по всему они соотносится с важнейшими событиями и с его влиянием на этот мир но каким образом вы сами должны узнать некрономикон почему все время изменяется некрономикон чистый хаос непредсказуемой письменной форме вы кажется знаете о нем больше чем я что он такое он одновременно множество разного мы можем называть его святым и мы можем ошибаться святой в том смысле что не из этого мира можно поспорить он все меняет он выбирает роли он изменяет саму природу вещей но он делает это когда захочет или когда звезды совпали если он попадет плохие руки это уничтожит само бытие на это обнадеживает но мои руки неплохие верно верно они не самые компетентны это уж точно нет неплохие мне кажется хоть болтай что содержит его страницы на каком языке он написан и что все это значит и я никогда не читал его и не хочу все что у меня есть это слухи и щепотки но они не имеют все больше и больше веса в этом мире что касается смысла этих слов некоторые из них скорее всего заклинание или некой инструкции инструкции и истории истории какие истории уже не важно вы должны сконцентрироваться на своем следующем шаге может в ваших руках он будет в безопасности кажется вы знаете обо всем этом намного больше меня нет может я боюсь его даже больше чем вы но отказываюсь я не поэтому это не моя ноша да думаю он нужен мне чтобы раскладывать китю да да вам нужно сделать это вы сказали что книга это чистый хаос но он штейн придерживается правил и соблюдать баланс как это работает хорошее замечание я уже давно подозреваю что должна быть какая-то сила противостоящая этой книге хаоса если такая вещь существует ее следует найти пока не стало слишком поздно отлично но у меня нет даже догадок ничего нет вы сможете помочь хоть чем-нибудь я рассматриваю это дайте мне это обдумать что что это было полагаю не идут лестница черт возьми быстрее через окно вы серьезно тут очень высоко с верой ты сможешь сделать это я задержу их но я не знаю что делать и куда идти нет времени беги беги найди мир найди мир ладно я найду мир здарова привет вас вот так встреча гнистер х тайп пожалуйста зови меня дон фишмут приветливый городок не так ли да прекрасный боже я так рад тебя видеть ты в порядке дон не у меня нет обуви я не знаю почему убежим ну а тогда я в порядке в одном направлении нужно обсудить пару вещей мы говорим об этом в дарками такси а вот и встретились а это кабинет хаттайпа ладно здесь мы должны быть в безопасности у тебя не случайно кошачьей еды а я постоянно забываю что животное говорит животное грубим послушайте я позволю вам двоим отдохнуть по пути из фишмута но сейчас нам нужно собраться все утрясти и попытаться разобраться что нам делать дальше верно итак что случилось с тобой я очнулся в подвале какого-то сумасшедшего культа эти ребята тоже охотились за некрономиконом но видно вы от них ускользнули они не то чтобы семи педей во лбу культ звездного знания да откуда ты знаешь так или иначе они поклоняются вроде как камню сошедшему со звезд он тебя либо убивает либо дает какие-то видения вне времени если его потрогаешь а ты потрогал я теперь чувствую а свечусь в темноте меткая преследователя так они ее называют я бы в жизни не поверил во все это если бы прочел об этом в каком-нибудь журнальчике но раз это случилось со мной я не могу это отрицать жизнь превратилась в 50 оттенков не успел да еще и говорящая кошка и опять же я прямо здесь я все еще слышу грубиян ого ты пробовал использовать своем способности не было шанса я выскользнул с подвала и пробрался по вонючим улицам пока не увидел как ты удираешь вот вроде все а у тебя что ну я прочитал отрывок из книги и теперь китик говорит вот затем я посетил воду чувака который сказал мне искать этого боба Ольмштейна в фишмуте если коротко Ольмштейн уже испарился когда я пришел но зато я встретил твоего работодателя чувак по имени барнабас довольно крупный парень белые дреды и борода лет наверное 50 придется поискать его в своих файлах да хорошо барнабас убежден что Ольмштейн почти божество и есть еще один культ называемый эзотерическим орденом дагона и скоро у них будет жуткий фестиваль в фишмуте о есть еще чувак которого зовут мясник у меня голова кружится от одного произносения слуха этого я знаю об этих эзотерических чудаках не в первый раз они полностью прикрывают фишму чтобы проверить оу знаешь что мясник это звездные психи упоминали его все что барнабас сказал мне это что нужно держать некрономиком подальше от мясника любой ценой и знаешь что самое странное барнабас нанил тебя чтобы найти книгу но не взял ее когда я предложил странно ну он действительно заплатил вперед так что у него все в порядке сколько мне известно итак что мы будем делать дальше ты хочешь помочь парень странное таинственное событие причина по которой я в этой профессии теперь когда я потерял ботинки а рука моя стала волшебной я старая ящейка не вернусь в свою контуру пока не получаю хоть какие то ответы боже я рад так слышать ладно что ж есть два момента первый видимо должен быть некий предмет который уравновешивает хаос некрономиком то что нам стоит найти его и второй барнабас сказал мне найди мир я думал поискать это в интернете а у вас же тут есть интернет да эм да в ноуте должно было остаться немножко интернета ооо братец ты это посмотри а я хочу узнать что это за метка преследователя такая а я теперь о можно с мне кажется метка преследователя не так работает а эй китя это важно нет дай мне знать когда будет что то важно хорошо китя бас метка преследователя не работает на нем думаю спробуем сначала метку так я же пробовал это бас мы походу сейчас стали типа партнерами мне вообще не нужен партнер но я не против компании диплом что за диплом они принадлежали парню которая арендовала это место для меня мне все равно было я их не сниму а это не твои даже кайф это корнелия надо бы ее обрызгать водичкой а новая причина загара полосочка что поделать из издержки профессии по-моему сквозь пока его это мой сейф в данный момент в нем надежно хранится сияющий ничего это мой шкаф картотека давай давайте давайте да ты старый мод но у тебя ноутбук есть это мой ноутбук я почти никогда им не пользуюсь оп там таится большой злой и странным а че мне надо это сделать ой он стержится нет еще нет здесь есть чем заняться чем я буду всей моей жизни в основном состоящей из отморозков головорезов и психов ни на чем подожди эх тащи эту хрень сюда наверх есть силы выбивались я держу парень да уж я с тобой солидарен Винс ого какие токсичные грузчики только вау у тебя голос такой жуткий был и еще ты говорила несколько разных голосов я никогда не отличался актерским талантом так что полагаю это метко я предполагаю что это были грузчики как давно это было не знаю сколько лет назад вот как чувствовал что не нужно было давать чаевые висящему картошки что ж теперь ты официально можешь предсказывать прошлое будущее вероятно было бы полезнее но я не жалуюсь ладно дай мне минутку я гляну этого ножка баранбас кто вообще пользуется картотеками в наше время а Джоуи просто не урони мне эту хрень на ноги в черный раз Винс да ты слышал там Джоуи этот чел разговаривает с цветком по имени его назвало все такое чувак наверное одиноко Винс забей да да это работает эй Джоуи зацени езжай люди чувак наверное думаю что он сам спейд давай просто поднимем стол Винс мне кажется метка практически на ней не работает а она работает наверное на седметах думаю чувак из под инкогнито сидит думаю что он не хочет северой баррел захочу взглянуть одним глазком судя по тому как этот парень выглядит одевается я сомневаюсь что он вообще знает как эту фигню включать так-то обидно у офигеть эта штука висит тоном здесь он оставит щедречивые я бы не рассчитывал на это Винс с деньгами у него беда это я тебе точно говорю уроды нет ты подумай Джоуи ну и гад даже не удосуешься старые дипломы снять это много говорит о человеке Винс не спрашивай что он говорит это зоро так ладно на фототеку надо так так почему на английском А кто он был БАБа Би Эйбис Биби Барон Михаэль Вон Осборн Барбара Сбусара а вот он. Подожди, а есть Ольмштейн. Ольмштейн. Подожди. Ольмштейны. Не помню, где. Наверное. Тут никого. Унер. Рикардо. Рикардо Милос? Рикардо. Джон. Капкейк. Ха, прикольно. Лео, Зе, Мэтт, Лу. Это, скорее всего, эти. Почему не перевели, интересно. А на базе есть что-нибудь? О, баз. А, он на К. Мэсси. Лядно. Кракен. Секретные материалы. Прочитано 10 материалов. Я их не читаю, потому что я не... Ой. Три годика. Так, ладно. А, это перевели. Молодцы. Имя Барнабас Бусара. Возраст неизвестно. Занятие. Неизвестно. Однажды, вроде бы, назвал себя охотником за злом. Известные преступления. Неясно. Подозрение на вандализм. Известные принадлежности. Хостес Тенебрис. Известные родственники. Одна дочь. И мало что известно об организации Хостес Тенебрис. Предполагаемом лидере Барнабас Бусара. Губа, дозреваю, входит очень ограниченное число людей, из которых полуофициально подтверждено лишь двое. Сам Бусара и его дочь Пис. Многие знают, что они находятся в постоянном конфликте с несколькими культами. И, возможно, сама организация изначально возникла как реакция на деятельность этих самых. Их предполагаемый лидер, Бусара, напрямую не связан с какой-либо преступной деятельностью, но его имя так или иначе бывает при упоминании наиболее заметных оккультных событий в преступном мире. Похоже, Хостес Тенебрис крайне серьезно относится к тайному теме тайных обществ. И кроме имени их двух главных предполагаемых членов, об организации больше ничего не известно. Текущество известно. Ой, могли бы и перевести. Давай полистаем. А тут что есть? Интересно. Да все на букву... Кто это такие, интересно? Скорее всего, все создатели, кто делал эту игру, наверное, да? Музыку пока наслаждайтесь музычкой. А почему остальное неизвестно? Ох ты! Китти! Ладно, и отсюда. Эй, Базинский, думаю, я нарылкую, что по поводу этой штуки про найди мир. Не верю я, что Барнабас пытался указать ей путь к жизни в основе... У вас знака из семи идентификации? Пис, это по-английски мир, его дочку так зовут. Оу, ну конечно, все сразу встает на место. Не мог бы ты, ну, типа, пробить ее? Понял. На фейсбуке нашел, что ли? Который запрещен. Между прочим, у нас на территории Российской Федерации. Кажется, нарыл. Я нашел блок Пис Бусары. Какой был? Что за... Неважно, что там написано. Ну что, последняя запись довольно загадочная. Тут просто написано, земля за лесом и куча чисел. Окей, это точно должно быть координатами сохождения. Сейчас проверю. Что такое умный? Офигеть, это прямо как в фильмах. Иии, я был прав. Она в... Поро Марис, Трансильвания, Румыния? Так, так. Эй, есть идея. Подумывают посетить родину предков, мистер Кэрван? А подумают... Ты шутишь, что ли? Больше всего на свете. Но у меня не гроша и... Не беспокойся об этом. Бар на бас хорошо заплатил, и я хочу довести дело до конца. Здорово! Рад побывать в Румынии, бас. Чувак, я мечтал об этом много лет, и сегодня мог себе это позволить. А дополнительная таинственность, это прямо вишенка на торте. Но как тебе сказать, это уже не детские игры. Все серьезно, мы имеем дело с сумасшедшими. Буду оснащить что-нибудь во время поездки в Фишмут, что надо изучить. Вообще-то да, Барнемос назвал это знак Ольмштейна. Он, очевидно, оставил его нарочно, чтобы я мог его найти. Вот он, понятия не имею, что это значит. О, я же могу на предмете это сделать. Обитель Фламеля. Обитель Фламеля? Я правильно услышал? Вроде бы. Слушаю, что-нибудь подобное. Я знаю одного Фламеля, он знаменитый, и он... Ну, он был алхимиком. Проверяю. Довольно полезный, охреновин этот ноутбук. Дом 51 по улице Монморансис в Париже. Старанный дом алхимика Николаса Фламеля. Алхимик, да? В принципе, подходит ко всей этой ситуации с балансом и хаосом. Ну что, похоже, нужно ехать туда. Евротур! Так, когда выдвигаемся... Лучшее время это сейчас. Радикально. Да. Радикально. Евротур, между прочим, есть такой фильм. Коросковый фильм. Там есть один французик, который говорит... Мискузи. Посмотрите, кто не смотрел. Прямо вот сейчас выключайте мое видео и смотрите. Замечательный фильм. Что время это прошло уже? 22 минуты, и все. Глава 4. Париж. Эээ. Пожди, в Париж? Почему нет? Франсиль. Мы не там, куда еще. Итак, я прибыл в Париж. Я пересыпил порог лачуги фламеля, войдя в нее из-под проливного дождя, бушевавшего снаружи как раз вовремя, так что последовало за ливнем. Было просто каким-то погодным безумием. Ураган Герберт. Задачил всех метеорологов. Дело в том, что по дороге из аэропорта довольно долгий. Я позволил себе некоторые, так сказать, вольности, чтобы мои усалые ноги немного отдохнули в такси. Я отлялся на долгие и путаные объяснения надетливому водителю на моем весьма ограниченном французском, что нет, я не хочу сделать крюк, чтобы поглядеть на большую нефтяную вышку. И судьба нанесла мне подлоудар. Я им оставил туфли в такси. А, спасибо, что объяснил. Я думал, ты вообще без туфли отправился в путешествие. То есть босиком тебе по кайфу, да, ходить? И видеть и не умереть. Прибудьте в Париж. А, ну в принципе, да, увидеть Парижу. Это кто? Действительно прекрасное изображение фламеля, мистер Ольмстеф. Ваш пентхаус готов, идемте. Ольмстеф, да? Звучит приятно знакомо. Ольмштейн. Я не собираюсь это... Думаю, это старинный... А старый-престарый портрет этого чувака фламеля. Флайер. Я ничего не чувствую. Конечно. Однажды может пригодиться. Так. А, я получил портрет флайер? Это брошюра с Харри и фламеля. Так же тут... Кротенько написано о всех его деяниях. Прочитав это, вы можете писать чего-то там, чего-то там, блин, коротечненько, блин. Реболонный крючок. Что-нибудь чувствует отсюда рыболовного крючка? Я ничего не чувствую. Ты его все равно возьми, пригодится. Хорошо. Лестница, портрет. Древняя надпись. Это мне не помогло. Этот... Чего-то троглодит бесполезен. Извините, я не умею читать по-древнему. Ты только что прочитал. Ну ладно. О, Серж, мы будем так счастливы здесь. А теперь приготовь мне ужин, шевелись. Ой-то. Должна быть жена. Русская книга. Тут дофига книг, так ты почитай. Это консервирование. Так. Ничего не чувствую. Древнее устройство. Давненько я ничего подобного не видел. Тут никаких сигналов не поступает. На телефон что-то будет? Мистер Ватсон, идите сюда, я хочу видеть вас. Ватсон? Тима? Там ничего, но тут же тьма. Здравствуй, тьма. Мой старый... Подожди... Не, мне... Да блин, ну ладно. Hello, Darkness, my friend. Так, звонок. Звонок коридор. Красноватый коридор со старыми портретами и домашними запахами. Истящая штучка для вызова. Подожди, это можно? Нет. Добрый вечер. Добрый вечер, сэр. Меня зовут Серж, и я здесь консьерж. Чем я могу помочь вам? Ну и погодка. О, да. Ужасный ураган. И назвали его Герберт. Обрушился на москаль. Ну да, как грунт среди ясного неба. Да. Хотя Париж и в грозу прекрасен. Я всецело согласен, месье. Он венец красоты, независимо от погоды. А... А как я перейдем в француз? Винай себе. Вроде бы у меня правильный адрес. Рюди Монс Моранси 51. Меня интересуют апартаменты. Все у вас... Извините. А, все уже сдано. Все? Ну да, да, все. Блин, час, от часу не легче. А, видишь, очень оживленный город. Так что еще сказать? Мои интересы носят научный характер. Я так понимаю, это здание обладает некой исторической значимостью. Вы правы. Николя Флямель, знаменитый альхимик. Одновремя жиль здесь на верхнем этаже. О, могу ли я увидеть его апартаменты? Боюсь, что не все. Вы, как уже догадались, они принадлежат... Случайно не дельтонистов на личности, заинтересованы в стабилизации нестабильных и непредсказуемых элементов, а? Несе, очень любознательный. Знакомо ли вам имя Ольмстов, мистер Сердж? Я не знаю, кто вы и что вы ищете, но этот разговор закончится сейчас. У меня суп на плите, я должен за ним присмотреться. Ольмстов, Ольмстов. Ольмстов, Ольмстов. Пайф. Ты по лестнице, че? Я не могу просто слепо идти туда. Нужно, чтобы кто-нибудь показал мне что там наверху. Подожди. На че, я должен... Да я понял, что ты не собираешься, но надо что-то, видимо, делать. Не работаю. А-а-а. 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 Не знаю, что ты делаешь. Хорошо. Не работаю. А че? Подожди, а че надо подцепить-то эти вот? А-а-а. 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 Я не могу просто позоверить. А-а-а. А-а-а. Вы неудачно начали общение, миссисерс? Это неважно. Я не могу показать вам апартаменты, и это не обсуждается. Ваша сдерженность, кажется, мне подозрительной. Моя сдерженность, плод верности и уважения. Верности кому, мистеру Ольмстову? А-а-а. Что любознательство, это всё медленное. Мне есть чем заняться. Теперь, если вы меня изведите, пожалуйста, выйдите. И-и-и-и... Что мне тут делать? Уверен, да, если меня отпустил еще на ФБЮ. Да я и не спрашиваю. Это же, однако, появляется, стоит мне только позвонить колокольчик немного жестко, но при этом забавно. А-а-а. Подожди. да блин опять пропустил нет все правильно направление просто как это так зачем можно же больше некуда это хорошо и ничего ничего чего ух ты тут такое искажение помехи ничего не понять флайеры флайеры давай подожди давай попробуем давай я не знаю давай его заколебем а то опять вы послушайте месье у меня же это на плите и супу ой наоборот я имею ввиду что я очень занятой человек я просто хотел быть кроме того что послал меня до этого я просто проверял вас оу правда я даже никогда не видел его рядом с кем-то еще не говоря уже о том чтобы отправить кого-то позвольте я пока что останусь подозрительным в отношении правдивости ваших слов тот факт что вы знаете его имя не означает даже что вы ему друг не говоря уже о том что вы его не понял у вас есть право на собственное мнение и право игнорировать ваше настойчивое желание посетить апартаменты я пришел за вещи которые оставил мистер ульмстер уверен я смогу вас убедить что являюсь его официальным представителем хорошо я подыграю давайте-ка подумать что-то о чем знали бы только он и я ха хорошо не могли бы вы сказать мне мистер знаете какое прозвучие он дал мне уже это знали только он и я и если вы не это скажете вы меня убедите что он действительно послал я вручу вам ключ от комнаты фламеля и разжили он и и жули он и ничего подобного дедуля даже не близко комнаты 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 у него носим и я сейчас помню веренец почему я не удивлю нибудь еще миссии пока вроде ничего одея подожди милу действительно прекрасно да это все понятно как хорошо подожди но я вроде бы все же понажимал дождь я ничего нету кухонный коридор там тоже ничего вроде нету и вот он бабулечка так а теперь мы видим надо как-то его и как я уже сюда как хорошо что вы вернулись пошли ревня надпись обитаться как хочет меня мистер хатай могу я поделиться что у вас там за книга можете это наша мемориальная гостевая книга дома фламеля я веду ее уже больше 30 лет а в каких ты попишешь свои впечатления после посещения музея да вы должны быть докритив как я могу поделиться своими впечатлениями о фламеле если вы не пускать мне апартаменты но не знаю разве это вестибюль не вызывает у вас исторического энтузиазма ладно я бы хотел записать свои впечатления от этого места боюсь я не могу позволить вам сделать это лично но я буду рад записать все что вы пожелаете ну ладно кстати у вас очень красивое перо на самом деле это авторучка сделанная под перо а перья не настоящая да это же вполне настоящая перышка корвус коракс он же ворон прекрасный подарок отблескало мне человека что мне написать и я гональд аркетайп да по милости божией да вынужден зафиксировать письменные истории да в связи с обстоятельствами что в связи с обстоятельствами кое трудно было предсказать господи еще не все что щедро я приземлюсь в призрак да мои попытки сократить истина природы моего посягательства на тайное и запретно если я прошу извините мне я сейчас же вернусь я иду красавчик по пателёк миссия это это прекрасного так добры как говорит мак вайпер мне вас желаю ручки ближнего свой правильно давай а как тебя зовут теперь чувачок по пателёк ха-ха-ха ну давай пиком стричок я должен был догадаться что это что на этот раз я помню как он стеф назвал вас по пателёк я могу лишь преклониться перед лицом доказательства поясни нужно быть посланником моего другого другу она уключена от апартамента пожалуйста заверните миссия Ольмстев в моей вечной преданности и дружбе и я непременно сделаю это спасибо Ольмштейн передает Ольмштейн я имею ввиду Ольмстев в туплю спасибо это заставили его сообщение флам-фламелевская штучка там еще лука миссия Хатайп да ладно Серж я же работаю на этого человека ну знаете стабилизирующий элемент он же его искал я правда ничего не знаю о том что за исследованиями миссия Ольмстев там проводил я думал он держит вас в курсе да все сложно спасибо Серж я вас снова побеспокоюсь если что то не узнаю никакого беспокойства для миссии Ольмстева все что угодно правда развели пацана эееыorns акте баз ох ты ж ё моё что это такое мы узнаем в следующей серии всем спасибо за просмотр ставьте лайки комментируйте Не забывайте нажимать на колокольчик Подписывайтесь в группу ВКонтакте, Телеграме Всем Да пора пора Пока